Прежде чем начать разбирать DNS, систему доменных имен, следует понять, что такое домен. В целом, под доменом можно понимать область, в частности, область имен. И всё это завязано под иерархию. Всё как с директориями в Linux. Есть корневая директория, аналог, корневой домен. В корневой директории есть другие директории. Например, HOME, BIN, USER и так далее. В корневом домене есть другие домены. Например, COM, RU, ORG и тому подобное. Они называются доменами первого уровня. В директории HOME есть другие директории. Например, USER1. В домене COM есть другие домены. К примеру, Google. Это домены второго уровня. В директории user1 есть файлы. Например, файл1. В домене google есть имена. Например, drive. Вместо файл1 могла быть другая директория с другими поддиректориями. А внутри drive могли быть домены четвертого уровня и так далее по той же логике. Правда, доменные имена принято писать наоборот. То есть сначала домена третьего уровня, потом второго, потом первого. Ну а корневой домен практически нигде не пишут. Кроме как в настройках DNS серверов. В этом адресе условно drive имя хоста google.com домен. А drive.google.com называется полным доменным именем или fqdn. Правда, за этим адресом стоит огромное количество серверов. И поэтому не совсем верно говорить, что drive это имя хоста. Если попробуем пингануть этот адрес, мы увидим, что он ссылается на другой. И даже это не факт, что адрес хоста. Но не будем пока лезть в такие дебри. И чтобы все эти области имен были не только на словах, а действительно работали, существует система доменных имен. DNS. То, что DNS используется для превращения имен в IP-адреса, вы уже знаете. Вы знаете имя, вы знаете адрес DNS сервера. DNS сервер знает, какой адрес стоит за этим именем. И используя таблицу маршрутизации, вы можете добраться до целевого хоста. Но функции DNS этим не ограничиваются. Чтобы разобраться, чем же занимается эта система доменных имен, нам нужно поговорить с ней на ее языке. И в этом нам поможет утилита NSLookup. Но прежде чем начнем, немного вспомним про саму утилиту. В самом простом варианте, если просто передать ей имя, мы видим адрес сервера, который нам ответил, а также адрес, который мы запросили. В данном ответе их два. Первый IPv4 адрес, второй IPv6. В моей домашней сети DNS сервером выступил мой роутер. Большинство домашних роутеров имеют в себе и DNS сервер, и DHCP сервер. Который при выдаче адресов среди DHCP опций указывает DNS сервером себя. Естественно, DNS сервер на вашем роутере не знает все адреса в мире. Он лишь перенаправляет ваши запросы на другие DNS сервера. Иногда у молодых специалистов формируется ошибочное мнение, что можно указать в качестве DNS сервера любой гейтвей в любом месте. Но это заблуждение из-за многофункциональных домашних роутеров, где просто на роутере есть DNS сервер. Можем запросить адрес у другого DNS сервера, просто указав его в команде NSLookup. Как видите, теперь адрес DNS сервера другой, и ответ по адресам тоже отличается. То, что ответ другой, ничего удивительного, так как за гуглом стоит множество адресов. Так вот, чтобы понять DNS, нужно поговорить с ним на его языке. Этот язык состоит из записей и их типов. То, что DNS сервер нам отвечал до этого, то есть выдавал IP-адрес google.com, это был тип записи A, адрес. Добавим в команду NSLookup опцию type равно A. Ответ, который мы видим, это DNS запись. Помните, мы еще видели IPv6 адрес? У нее другой тип, 4A. То есть у DNS есть разные типы записей, и выполняют они разные задачи, тем самым кардинально расширяют задачи DNS сервера. К примеру, A-запись позволяет найти, какой IP-адрес стоит за таким-то именем. В то же время MX-запись позволяет найти адрес почтового сервера, не зная ни имени, ни адреса. И чтобы понять, как это все связано, и в чем основная суть DNS, нам нужен один тип записи. SOA. На русский это переводят как начальная запись зоны, но мне этот перевод не нравится, так как он не передает главную идею – авторитет. Под авторитетом я подразумеваю кого-то, у кого есть полномочия и к кому есть доверие. Представим себе банковскую организацию. Условно, вы приходите в банк, хотите открыть счет и положить деньги. По сути, вы передаете свои деньги какому-то человеку, которого вы видите впервые в жизни. Но вы понимаете, что это работник банка, а у вас есть некое доверие к банку. Если в целом просвертить цепочку, есть некая высшая точка, условно, центробанк. Центробанк доверяет высшему руководству какого-то банка. Высшее руководство доверяет своим подчиненным менеджерам. Менеджеры доверяют своим работникам. А вы, в свою очередь, доверяете работникам банка. Эти работники могут абсолютно разными задачами заниматься. Кто-то денежные переводы делает, кто-то кредиты выдают и тому подобное. То есть, услуги могут быть разные. И все завязано на том, что есть некий авторитет, который подтверждается цепочкой полномочий и доверия. В этом же и суть DNS. Типа записей – это типа услуг. Да, конечно, пользователи общаются к DNS серверу за этими услугами. Но все эти услуги так или иначе завязаны на авторитете. Эти полномочия и доверия распространяются не на всё вокруг, а только на ограниченную область, которую называют зоной. То есть, есть авторитет, который отвечает за какую-то зону. К примеру, вы не знаете IP-адрес Гугла, но доверяете его DNS серверам, которые и сообщают вам нужный адрес. Или, скажем, вы не знаете, какой почтовый сервер у такого-то домена. DNS сервер вам подскажет, и вы этому доверитесь. Обратный пример. Гугл не знает, действительно ли вы владелец какого-то домена. Он просит вас создать DNS-запись в своей зоне. И затем, Гугл проверяет наличие этой записи. И только потому, что Гугл доверяет всей этой цепочке DNS, он доверяет и записи, которую увидел в вашей зоне. Вернемся к СОА-записи. В данном запросе мы спрашиваем, кто является авторитетным лицом зоны google.com. В ответе мы видим, что главным DNS сервером этой зоны является ns1.google.com. А связаться с администратором этой зоны можно по адресу dns-defis-admin-sobachka-google.com. Да, в самой записи вместо собачки точка, но на самом деле это собачка. Просто так сложилось, что пишут точку. Дальше идет немного технической информации для других DNS серверов. И к ней мы еще вернемся. А пока опустим такие детали. Еще стоит обратить внимание на запись non-authoritative answer. То есть ответ, который мы получили, не является авторитетным. В чем суть? Одно дело прийти в банк и там получить какую-то услугу от сотрудника банка. Тем самым и вы доверяете сотруднику, и банк. Другое дело, вы просите кого-то пойти в банк вместо вас. Тут уж вы сами доверились этому человеку. И если он вас кинет, банк здесь ни при чем. И google.com здесь ни при чем. Поэтому вы видите, что этот ответ не от авторитетного источника, а от кого-то третьего. А авторитетные источники, те, кто отвечает за зону google.com, указаны ниже. ns1 google.com, ns2 и так далее. То есть если запросить информацию напрямую у авторитетного источника, такого предупреждения не будет. Зачастую авторитетные сервера не отвечают за других и не перенаправляют на другие зоны. Как видите, здесь пишется refused. То есть сервер ns1 google.com отказался направлять мой запрос на другие сервера, чтобы выдать мне ответ. То есть он не рекурсивный. Хотя рекурсивные и авторитетные DNS сервера можно совмещать, когда это касается публичных адресов и интернета, их разделяют. Условно, у вас есть домен, и вы хотите поднять авторитетный DNS сервер для пользователей из интернета, чтобы указывал на ваш веб-сайт и почтовый сервер. Не стоит этот сервер использовать как рекурсивный, так как ваш DNS сервер, всякие боты начнут использовать для DDoS атак на другие сервера. То есть будут использовать ваш сервер для запросов на другие сервера, чтобы нагрузить их и сделать недоступными. DNS сервера – один из самых популярных векторов атак. Также у публичных серверов всегда есть риск взлома, и всякими атаками могут навредить вашим локальным пользователям, которые используют этот сервер в качестве рекурсивного. На этом месте я бы хотел показать разницу между доменами и зонами. Грубо говоря, домены – это про области имен, а зоны – это про то, кто отвечает и как это технически реализовано. К примеру, есть домен Яндекс.ру. У него авторитетным DNS сервером является NS1 Яндекс.ру, а адресом администратора – сисадмин собачка Яндекс.ру. А есть домен – cloud.yandex.ru. У него главным DNS сервером является NS3 Яндекс.ру, и адрес администратора другой – сисадмин собачка Яндекс.ру. Клауд Яндекс.ру находится в домене Яндекс.ру. Но вот зона другая. То есть, условно, есть некая организация. У него есть какие-то подразделения. Разные подразделения администрируют разные люди. И чтобы они могли добавлять любые записи в рамках своего поддомена, можно наделить их авторитетом этой зоны. Это называется делегированием домена. Делегирование домена работает через NS-записи, которые указывают на DNS сервера. В качестве примера давайте посмотрим цепочку, кто отвечает за зону и кому делегируют следующую. Начнем с корневой зоны. За корневую зону отвечают корневые DNS сервера. Про них можно почитать в интернете. Советую в свободное время ознакомиться. А мы берем любой из корневых DNS серверов и ищем там запись NS, ведущую на домен первого уровня RU. Так мы находим DNS сервера, который содержит информацию об этой зоне. Затем спросим у любого из них, кто отвечает за зону RU. Другие сервера тоже отвечают, но главным считается сервер с буквой A. Пойдемте дальше и спросим у этих серверов, кто содержит информацию о домене yandex.ru. К примеру, ns1.yandex.ru. Посмотрим, кто отвечает за зону yandex.ru. Но мы это уже видели, когда смотрели про клауд yandex.ru. Ну и с серверами ns1.yandex.ru посмотрим, на какой ns сервер делегирован клауд yandex.ru. На ns3 и ns4. Так устроена структура DNS. Помимо SOA, NS и A записей, есть и другие, но мы их разберем в следующий раз. Вопрос, а где достать домены? Для внутренней сети можно использовать один из выделенных доменов первого уровня. Допустим, lan. Так как DNS сервера свои, можно использовать любые домены, хоть google.com. Единственное, что для локальных пользователей такая идея будет создавать проблемы, так как на настоящий Google уже не получится зайти по этому имени. Но зато подобным образом можно запрещать доступ к каким-то доменам. Создавать зону на локальных серверах, которые ведут в никуда. Но локальные записи работают только в локальной инфраструктуре, там, где вы контролируете, какой DNS сервер прописан у пользователей. Если уже у вас сайт, почта или другие сервисы, которые должны быть доступны всем в интернете, для них нужно отдельное публичное имя, которое надо покупать. Их продает регистратор доменных имен. По крайней мере, почти все имена второго уровня продаются. Есть какие-то сервисы, которые могут дать домен третьего уровня бесплатно. Но с такими доменами будут определенные проблемы. К примеру, бесплатными или очень дешевыми доменами зачастую пользуются спамеры, из-за чего в целом падает репутация домена. Вследствие чего многие спам-фильтры предвзято относятся к таким доменам. И есть большой шанс, что ваша почта на таком домене почти всегда будет попадать в спам. Что касается покупки нормального домена, то все не так плохо. Но и не то чтобы супер. Есть сайты, которые продают домены. К примеру, рек.ру. В целом, домены продаются на год или несколько лет. Короткое красивое доменное имя больше привлекает пользователей. Поэтому на них всегда есть конкуренция. Некоторые покупают такие имена сотнями и перепродают по огромным ценам. В целом, можно найти имена, которые стоят не так дорого. Но всегда обращайте внимание на цену продления. Потому что нередко можно купить неплохие имена по скидке за очень дешево. А через год или три сумма продления будет стоить в несколько раз дороже. После покупки домена вы можете настроить NS-записи на свои сервера. Либо использовать публичные DNS-сервера. Зачастую, публичные DNS-записи можно выставить у регистратора доменных имен. То есть вам не нужно будет иметь свой DNS-сервер, который смотрит в интернет. Нередко вместо DNS-серверов регистратора люди предпочитают использовать DNS-сервера облачных провайдеров. У них могут быть свои преимущества, особенно когда вы используете их облака для других сервисов. Например, для почты. Но если вы купили публичный домен, не стоит его использовать в локальной инфраструктуре. Иначе у вас получится каша с локальными и публичными DNS-записями. Вам либо придется все локальные записи выставлять в интернет, либо делать копию зоны на локальном сервере с другими записями. Ну и от этого всякие проблемы будут. Например, одна из самых частых проблем, многие используют адрес домена как адрес сайта. Допустим, google.com. Но в сети, где есть домен-контроллер, адрес домена должен быть на нем. Можно, конечно, эту проблему решить граблями, но лучше так не делать. Но если прям хочется публичный домен использовать в локальной инфраструктуре, можно делегировать домен третьего уровня. Скажем, публичный домен google.com, а в локальной сети использовать домен corp.google.com, указывающий на DNS-сервера, доступные только в локальной сети. Но пока это все, но в теме DNS еще многое предстоит изучить. Сегодня мы разобрали, что такое домен, что такое зона, поговорили о делегировании, обсудили локальные и публичные домены.